8 октября в Кызыле состоялась презентация первого тома Уренхайско-Тувинской энциклопедии. Учёные Тувы разработали энциклопедию как дар научного сообщества Тувы к столетию образования Тувинской Народной Республики. Над энциклопедией работали все семь научных учреждений Тувы, а также сотрудники Национальной библиотеки, Госархива, Центра тувинской культуры и Национального музея имени Алданмадер. Сбор материалов происходил разными способами. Если люди живые, то мы, конечно же, в первую очередь встречались с ними, находили контакты, созванивались, договаривались о встрече, получали информацию непосредственно из первых рук. А если человека нет, если человека уже давным-давно нет в живых, то мы искали в нашем архиве. В первую очередь в музейном архиве у нас очень большой документально-письменный фонд и очень много личных архивов. Другой способ. Обращались к организации или к родственникам. То есть организация тоже могла нам выдать какую-то информацию, дать характеристику этого человека. У нас в музее самый молодой, это, скорее всего, Кижик Майолович, наверное. Он два года назад окончил Туинский государственный университет и работает у нас уже второй год. Это молодой перспективный специалист, археолог. Есть три у нас аксакала, так сказать. Это вот Александр Сагдеевич, Майне Пчел Сальчакович и Анной Нонадартаков. Вот они самые наши ветераны. Они тоже очень активно приняли участие. Авторы статей начали интенсивный сбор материалов именно в период начала пандемии, но всё же смогли связаться с нужными людьми и найти достоверные факты. Искусствовец, член Союза художников Российской Федерации Александр Сагдеевич Хертек – один из самых опытных авторов статей. Над первым томом мы работали очень много, над вторым томом уже поменьше, уже как бы вошли в опыт создания статей. Но самое трудное было работать над ушедшими из жизни. Мы брали материалы из фонда Союза художников, это личные дела, фотографии. Я больше акцентировался на создании как бы упрощённого статьи для энциклипедии. Это по видам архитектуры, графика, ДПИ. В то время была пандемия, поэтому мы работали дома и как-то более-менее. Но, конечно, пришлось побегать по различным организациям, стать художником потом. В нашем отделе работали двое. Это ныне ушедшие из жизни Шойдук Львов Шуловина, потом Бурбужеп Долана. Ну, они меня спрашивали, я им объяснял, как и что. Они уже не молодые. У нас молодые ушли в декретный отпуск, поэтому как-то вот так вот. До выхода первого тома энциклопедии был презентован словник. Был презентован словник, который уже есть в электронном формате в свободном доступе. Напомним, вся работа по проекту Ренхайско-Тувинской энциклопедии ведётся на средства фонда президентских грантов. В энциклопедии собраны уникальные данные о политических фактах первой конституции Тувы, известных людях, чей вклад увековечен в истории, также о быте и культуре народа. Мы, как хранители, все писали про свои коллекции, музейные коллекции. Я, например, хранитель декоративно-прикладного искусства, хранитель драгметаллов и нумизматики. По этим всем фондовым коллекциям мы писали все словарные статьи. Вот если взять вот этот зал, все предметы, которые выставлены, экспонаты, все вошли в словник УТ. Начала писать про это слово, а к чем? У меня вышло 17 статей маленьких. Из чего, из, что, какие продукты делают из белой пищи. Сют, аржи, хойтпак, саржа, даже штаг три разных вида. Про чонардаш, про литё по металлу и нумизматической коллекции. Деньги, монеты, фалеристика, филателия. У нас в коллекции, кроме золота, хранятся ювелирные искусства тувинцев конца 19-го, начала 20-го века. Всего у нас хранится около 900 предметов, и все они выставлены вот в красивом зале ДПИ «Серебро». Второй том уренхайско-тувинской энциклопедии выйдет в свет в конце декабря. Два тома и словник будут во всех школьных и сельских библиотеках Тувы. Электронные версии энциклопедии также будут доступны абсолютно бесплатно всем читателям. Айдана Хавлых, Буян Мангуш, Миран Эргит, Тува, 24.